Новые снайперские винтовки и карабины НАТОвского калибра, а также тысячи патронов к ним теперь на вооружении ВСУ. Бизнесмены передали 450 новейших комплексов снайперам десантно-штурмовых войск. Сейчас винтовки пристреливаются и уже скоро они появятся на фронте. Больше расскажет Руслан Смещук. Плюс. Нижний центр, сантиметров 8. Сробишь поправку. Один из военных полигонов страны. Тут снайперы десантно-штурмовых войск осваивают новые винтовки и карабины. Неспешно и методично снайперы выцеливают дистанцию, смотрят на результат, вносят поправки и опять стреляют. Среди новинок, переданных концерном Рошен десантникам, 325 полуавтоматических карабинов с Браяр Зет-10. Они заменят уже давно морально устаревшие снайперские винтовки Драгунова. В среднем эти карабины бьют дальше и точнее метров на 300-400. А еще они в разы удобнее. Здесь регулируемый приклад, сушки, масса возможных модулей и обвесов для тюнинга. Современное оружие для современной армии. Эти карабины необычного пока для украинской армии калибра стреляют современными патронами. В отличие от них старые советские даже из одной пачки могут различаться на полтора-два грамма. А это значит или порох они досыпали, или пулю неправильно отлили. Патрон 308 калибра 7,62х51 НАТО. Выготовленный с лучшей качестью. По сути, они аналогичны с радянским. Но они лучше выготовлены, качественнее выготовлены. Відповедно, у него лучше баллистичные данные. А вот это уже совсем новинка в отечественном военном снайпинге. Американские винтовки калибра 8,6 мм. Так называемый 338-й Магнум. Такого оружия массово на вооружении украинских снайперов не было. Рошен передал десантникам 125 таких винтовок. 1600 метров – это впевненный пострел. Поэтому, в сравнении с этим, на свой час эта система мала свои достижения, свои плюсы и минусы. Но винтовки, которые получили Украину на сегодняшний день, которые мы сейчас освоим, из которых мы работаем, учимся работать, будут гораздо лучше и более добрылыми. Это основной снайперский калибр, который не является слишком тяжелым, не является слишком легким. Он самый оптимальный. И используется для стрельбы на большой дальности. Кроме карабинов и винтовок, концерн Рошен передал армейцам тысячи патронов. Все это переход украинского снайперского корпуса на новый уровень. Это оружие лучше, оно комфортнее, оно удобнее. И оно, что самое важное, проще. Этого человека в Украине знают под псевдонимом Серж Марко. Волонтер и военный эксперт. Последние годы он активно занимается развитием армейского снайпинга. По его словам, принимая на вооружение новые карабины и винтовки, Украина, наконец-то, сокращает десятки лет отставания от лучших армий мира. Мы идем в сторону НАТО. То есть это НАТОвские калибры, они у нас не имели аналогов в советской системе, потому что Советы развалились давно, да, а стрелковый мир, он развивался, шел вперед. Это уже новый уровень снайпинга, потому что существующие винтовки СВД давали возможность стрелять там максимум до 800 метров. И для того, чтобы стрелять на 800 метров из СВД, это нужен еще очень-очень неординарный стрелок. Уже в ближайшее время снайперы с новым вооружением станут на защиту территориальной целостности Украины на востоке страны. Руслан Смещук, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер.